Как там поется в песне Amarok, Star, Popstar? Ну, дальше я не буду петь, потому что нецензурные выражения. Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Игорь. И сегодня мы продолжаем знакомиться со вкусами Elite Energy. Сегодня у нас на очереди Blueberry. Приятного просмотра. Да, оказывается, Игоречек погорячился, когда в прошлый раз снимал обзоры на Original, Zero Sugar. И какой-то еще был. Я не помню. Вот честно, не помню. Блуждая по оптовке, с Юлей, натыкаясь на новый вкус для меня лично. Энергетика Elite Energy. Я сам не ожидал. Ну, как бы у меня где-то в голове была по памяти, то, что у него было несколько вкусов и был с каким-то еще совершенно индивидуальным. И вот, собственно, Blueberry со вкусом черники. Энергетика от Миши Литвина. Напиток безалкогольный, тонизирующий, энергетически газированный со вкусом черники. Состав. Вода питьевая, подготовленная сахар, концентрированный яблочный сок. В ягодном энергосе, да? Таурин, регулятор кислотности, лимонная кислота, цитрат натрия, ароматизаторы пищевые, кофеин, витаминный премикс. Этот краситель синеблестящий FF. Что тут у нас по калориям? Посмотрим. 50 килокалорий на 100 миллилитров напитка дохрена на самом деле. Очень дохрена. Таурин на 240 миллиграмм, кофеин на 30 миллиграмм. Изготовитель унипак, юридический адрес, а где? Объединенные пензенские водочные заводы, что ли, адрес производства? Да, все верно, ликюроводочный завод. Кайф вообще. Так вот, где Миша разливает их. Товарный знак, литэнерджи. Ага, понятно. Изготовлено по заказу фирмы ООО литэнерджи. Ну, собственно, я в предыдущих обзорах, наверное, также и ознакомливался с этим энергосом. Только другие были вкусы. И они мне очень сильно понравились. Там только один какой-то, вроде, с барбариской, что ли. Но этот открылся знатно. Прям очень хорошо. Сейчас я себе налью. Дам Юре попробовать. А заодно Юля покрутит баночку, покажет, что за дизайн. Потому что я дизайну не уделил внимания. Космическая тематика и черника тут. Ничего выдающегося нет. 450 миллилитров объем банки. На цвет он как розовое шампанское. На солнце очень хорошо просвечивается. Класс. Ух, ух. Пахнет прям вообще знатно. Знаете, при первом вдохе сразу мне напоминает какой-то черничный йогурт или шампунь с черникой. аромат очень приятный. Ничего не скажешь. Он холодный. Я его только из холодильника достал. И сразу, как только мы примчали на локацию, снимаем. Поэтому он не успел согреться. Цвет красивый. На вкус тоже ничего такой. Знаете, по сравнению с предыдущими вкусами мне этот больше нравится. Немножко отдает химозой, но в целом мне понравился. Это не продажный обзор. То есть я выдаю сугубо свое субъективное мнение. За сколько я взял эту банку на оптовке, а вот не помню. И не фотографировал даже. Там в районе 70 или 90 рублей. Но я за сотку... 70-90. Да. Я же за сотку брал в пятерке. А этот взял намного дешевле. Не намного, но дешевле по сравнению с предыдущими. Поэтому я должен был запомнить, но почему-то не могу. Запамятовал, ребят. Извините. Вкусненько, вкусненько. Но не на постоянку. Приедается очень сильно из-за такого какого-то мыльного вкуса. Как будто шампунь с черникой реально пьешь. Как тебе? Мне понравилось. Мне тоже в целом понравилось. Я люблю все, что с черниками. Я тоже. Мне... Ну, Вольф черниками. Йогурт с черникой. Ну, Вольф это голубика и гранат, да? А, он с голубикой, да. Да, там же миксованы. Голубика и черника это вроде одно и то же, да? Наверное. Надо обязательно погуглить это. Не, это разные ягоды. Но вкус у них похожий очень. То есть черника это домашняя ягода, а голубика дикая. Если так посудить, поразмыслить. Ну, это что именно? Голубика или черника? Ну, да. Там в Польте есть голубика. Но прикол в том, что блюбери это значит и черника, и голубика в английском. У них нету разницы. И черника будет в блюбери. А лингомбери это случайно не голубика? Ладно, это уже другой вопрос. В общем, ребят, я думаю, вы поняли обзор максимально короткий, максимально информативный. Я не старался рассказать какие-то истории, потому что сейчас не особо хочется делать длинные обзоры. Вы только скажите, я какие-нибудь истории начну рассказывать. Обязательно. Касательно Энергос, думаю, все было достаточно доступно объяснено. Он в качестве. Да, хороший. Рекомендую к покупке. В коллекцию уж тем более. Миша, респект за такой вкус. Молодец, постарался. С вами был Игорь. Лит Энерджи за кадром. Юль, покажи балл за баночку. Спасибо. Ставьте лайк обязательно под роликом. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем удачи, всем пока.